Здравствуйте! В эфире Рязанской телекомпании Город, программа 7 минут. Сегодня у нас в гостях Ирина Петровна Кислово, заведующая отделением медицинской профилактики Рязанской областной клинической больницы. Здравствуйте, Ирина Петровна! Добрый день! Осень, пора простуд, гриппозных заболеваний. Как себя можно защитить в этот период? Как правильно поступить? Как привиться? И какими методами можно себя оградить от этой гадости? Вы знаете, сезонный подъем уровень гриппа, он и поэтому называется сезонный, что регулярно, каждый сезон мы встречаем эти заболевания. Тем не менее, каждый раз, как в первый раз. Но начну, пожалуй, с здорового образа жизни, с профилактики, с укреплением иммунитета, укреплением здоровья. Всем известно, что если организм человека достаточно крепок и здоров, то и вирусы гриппа и ОРВИ не могут нам повредить настолько, насколько они готовы. Тем не менее, или заболевание будет протекать в более легкой форме. Поэтому заботиться о себе мы должны постоянно, на протяжении всей своей жизни. Сейчас особенно это актуально, здоровый образ жизни, здоровая семья, здоровое поколение. Поэтому я хочу начать, пожалуй, вот с своего вступления, с того, чтобы призвать всех рязанцев к тому, чтобы мы заботились о себе, чтобы мы вели здоровый образ жизни, занимались спортом, заботились о своих детях, правильно питались, потому что, в общем-то, питание – это залог хорошего иммунитета. Уделяли внимание занятиям физкультуры и спорта. В летнее время – это пребывание на свежем воздухе, водные процедуры. В осенне-зимний период – тоже пребывание на свежем воздухе. То есть и то, что касается общих рекомендаций. У нас в стране уже на протяжении многих лет используется активно иммунопрофилактика, вакцинация. Вакцина, которая используется на территории страны, и в Рязанской области в частности, это отечественная вакцина Гриппол. Надо сказать, что она ни в чем не уступает, а во многом даже превосходит зарубежные вакцины. И поэтому, так сказать, гоняться за какими-то импортными вакцинами, которые рекламируют некоторые медицинские центры, медицинские учреждения, вовсе не стоит, потому что наша вакцина вполне достойная, вполне надежная. Вакцина разрабатывается, обновляется ежегодно, в зависимости от тех возбудителей штаммов вирусов, которые в большинстве – это вирусы гриппа и гриппа В. То есть чувствительность этой вакцины совершенно замечательная. Вакцинация от гриппа должна быть ежегодной. Это не те прививки, как мы делали в детстве. Корь, краснуха, ветрянка, когда достаточно одной вакцины, или там двух-трех вакцин ревакцинации, и на всю жизнь от гриппа нужно прививаться ежегодно. Иммунитет возникает через 7-15 дней после вакцинации и длится в течение года. Поэтому именно сейчас та золотая пора, когда приглашаем всех жителей Рязани в свои районные поликлиники для того, чтобы получить эту вакцину, защитить себя и своих ближних от предстоящих инфекционных заболеваний. Ирина Петровна, кому же в первую очередь стоит пойти и сделать себе прививочку? Кто в первую очередь подпадает под группу риска, скажем так? Вы знаете, на самом деле противопоказаний для этой прививки практически нет, кроме индивидуальной непереносимости. Но в первую очередь мы рекомендуем для так называемых групп риска. Группам риска относятся ослабленные люди с ослабленным иммунитетом, это старше 60 лет, это детские коллективы, где очень большой контакт. Это население, это медицинские работники, это люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с сахарным диабетом, с избыточным весом, то есть те, у кого иммунитет уже ослаблен. Поэтому прививаться нужно в первую очередь в группе риска. Среди этих пациентов должна быть стопроцентная привитость. На сегодняшний день город, насколько, если говорить о городе, опять же уточню, насколько город обеспечен вакциной? В поликлиниках города области уже есть вакцина, поэтому мы ждем своих пациентов для профилактики гриппа, для вакцинации. И в этом году планируется провести не менее 27,3% привить всего населения Рязанской области. То есть то, о чем говорил, 100% это для групп риска и остальные. И в среднем получается где-то 27,3%. Вакцинации уже начинают обеспечиваться в поликлинике, и это будет происходить по мере потребности, по мере необходимости. Ирина Петровна, если уж говорить по факту, заболел человек. Все знаем приблизительно какие-то симптомы. Вот простуд, в горле запершило, простите, износ потекло, кашель начался, горлышко болит. Как отличить обычное ОРВИ от более серьезного заболевания, например, гриппа? И в каких случаях необходимо сразу же бежать к врачу? Вы знаете, само заболевание, оно подскажет. Дело в том, что грипп действительно более тяжелой инфекцией, переносится оно более тяжело. И симптомы практически с первых часов заболевания таковы, что человек нетрудоспособен. То есть это высокий подъем температуры, сильные головные боли, першение в горле, резкая слабость, может быть, сердцебиение. И в таком состоянии человек вряд ли сможет пойти на работу. Хотя эти симптомы могут появляться и на второй, на третий день заболевания от первых проявлений катаральных. То есть мы обращаем внимание на подъем температуры, если температура выше 38 градусов. И есть ли сопутствующие симптомы, такие как резкая головная боль, а знобы, резкая слабость. Это повод для того, чтобы подумать о том, что у нас более серьезные заболевания, чем простуда. И еще характерный момент – отсутствие так называемых катаральных явлений на первом этапе. То есть если обычная простуда, у РУВИ, как мы называем, у нас насморк, першение в голе, в горле боли, в горле при глотании, сухой кашель. Вот эти симптомы при гриппе, они, как правило, отсутствуют, вначале отсутствуют. На первый этап походят симптомы интоксикации, вышеперечисленные. Ну вот вы уже сказали о каких-то самых простейших правилах, которые следует соблюдать вот сейчас в такой период. И все-таки у нас очень много, скажем так, от бабушек пришло народные средства, пить чаек с лимоном и с медом. Насколько эффективны все-таки народные средства в борьбе или в профилактике с заболеваемостью? Можно ли их применять в домашних условиях? Безусловно, не только можно, но и нужно. Дело в том, что это как раз то, о чем мы говорили. Это все средства, которые повышают иммунитет, либо обладают определенным противовирусным действием. Всякие чаи, травы, давно нам знакомые, в которых повышенное содержание витаминов, в частности витаминов С, очень хороши в этот период для повышения иммунитета. Так называемые препараты с эфирными маслами, фитонцидами, которые обладают противовирусным действием, также хороши. Сейчас доступны препараты масла, чайного дерева, пихтовое масло, сосновое масло. Эти масла обладают выраженным противовирусным действием. То есть мы можем использовать маленькие салфеточки или ватные шарики, смачивать этим маслом и расставлять в комнаты, в своем жилье. Или на рабочем месте это, в общем-то, и не нарушает эстетики, достаточно приятный запах в помещениях. Это, пожалуй, изновомодно. То, что старое, мы знаем, чай с малиной, с медом, фрукты, овощи, которыми мы запаслись, в замороженном виде морса, компота, это все совершенно замечательно. Не стоит также пренебрегать такими средствами, давно известными, как чеснок и лук. Но, пожалуй, на производство мы себе это вряд ли можем позволить. А вот потребление этих замечательных овощей, введение их в ежедневный рацион, причем в сыром виде, в осенне-зимний период особенно показано. Во-первых, они богаты витамином С, а во-вторых, они также обладают защитным действием противовирусным. И салатик с луком и с потертым чесночком на ужин, в принципе, очень даже было бы замечательно в каждом рационе. Я помню, в школе над нами издевались, на блюдечко чесночок нам надавят, мы сидим нюхаем. Между прочим, сейчас это очень распространено. В некоторых поликлиниках можно это встретить, когда врачи на приеме при большом потоке народу используют либо вот эти ватные шарики с фирменными маслами, либо турундочки, пропитанные чесноком. И на самом деле это эффективно, это работает. Ирина Петровна, может быть, какое-то пожелание рязанцам от себя скажете? Вы знаете, я, во-первых, хочу пожелать всем здоровья и встретить этот осенний-зимний период во всеоружии, постараться не заболеть. Если заболеть, то легко. А для этого не забывать заботиться о себе. И не забывать о том, что на службе у населения нашего города наши поликлиники, которые всегда ждут, которые всегда готовы помочь. Помочь не заболеть. Для этого мы приглашаем вас на прививку. А если заболеете, помочь выздороветь. Поскорее встать на ноги. Да. И пойти на работу. Спасибо большое, Ирина Петровна. Очень приятно было с вами пообщаться. Не болейте. Спасибо. И вы, дорогие телезрители, ни в коем случае не болейте. Будьте здоровы. Ведите здоровый образ жизни. Питайтесь правильно. С вами была программа «Семь минут». Скоро с вами увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok